Доброе утро. Сегодня мы пригласили вас на мероприятие, приуроченное к официальному визитам делегации Федерации футбола в Италии в Москву, в Россию. Визит это связан с решением целого ряда задач, но главное это описание меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между Российским футбольным союзом и Федерацией Футбола в Италии. Меморандумы включают в себя целый комплекс аспектов, в том числе в плане обмена опытом, разработки совместных программ обучения, взаимодействия между национальными и иными сборными двух федераций, продвижение женства в Москву, футбола. Об этом мы расскажем вам подробнее. Сейчас представляю вам наших гостей. Это президент Федерации футбола Италии Карло Талеккио, генеральный секретарь Микеле Ува и советник президента Федерации футбола Марио Головотти. Российскую делегацию представляет президент Российского футбольного союза, министр спорта Российской федерации Виталий Леонтьевич Мутко, генеральный секретарь Александр Александрович Таваев и заместитель генерального секретаря Екатерина Борисовна Федышина. Мы хотим бы Италиончику предоставить слово. Немного нашим сегодняшним мероприятиям. Доброе утро, коллеги. Я первый хотел бы от всей души наших коллег поприветствовать наших друзей из Кали. Мы, в принципе, сегодня легализуем то, что уже на протяжении последнего года согласилась эта практика. У нас очень тесные отношения. Последнее время складываются и хорошие отношения с Федерацией футбола Италии. Сегодня мы в течение вчерашнего и следующего дня обсуждаем ряд вопросов, связанных с серьезным большим сотрудничеством. Вы знаете, я по-клубному скажу, это речь идет, конечно, о сотрудничестве в области спортивно-политических вопросов. То, что мы продемонстрировали, когда были выборы УЕФА, когда мы были вместе, мы на одной платформе, скажем так, на одном понимании видения развития футбола, мирового, европейского и мусилия, решали эти вопросы все. Второе, конечно, речь идет о спортивных вопросах, речь идет о совместных турнирах, проектах, особенно для детско-юношеского футбола, о взаимодействии на уровне сборных команд страны. Мы здесь тоже намерены очень серьезно работать по-крупному, скажем так, что есть у нас не передой России, а передой Италии. Мы хотели бы в этих турнирах совместно принимать участие. Есть вопросы, которые мы сегодня обсуждали и будем продвигать. Это обучение специалистов, это тренеров, это судьи, это детских тренеров. В Италии очень хорошая система подготовки кадров. У нас она своя сложилась, и наша задача еще здесь сотрудничать в этой области. Мы, конечно, еще говорили о вопросах, связанных вообще в целом с продвижением, с развитием футбола и материально-технической базы. Здесь тоже есть фервере. Ну и, конечно, не обошлись все равно в подготовку чемпионату мира. И мы, конечно, желаем нашим друзьям. И ждем их в 2018 году здесь, в России, на чемпионате мира. Без Италии, знаете, итальянцы в России, это всегда экзотика, это красота, это красота, это экстраментный футбол. Итальянцы любят, и сборную Италии любят. И мы, конечно, очень желаем наших коллегам, чтобы они прошли квалификацию. Абсолютно в этом уверены, что они это сделают. И команда будет здесь. Мы знаем, не что к упору, сыграть в России. Италии, но сначала мы не помним, что Джонгар Айкутерин. Я же ощущаю, конечно. Поэтому, коллеги, смысл нашей работы. Естественно, мы будем подписать на соглашение, только начало работы у нас. Будем продолжать работу по продвижению. Так что, в целом, дабро пожаловать в России. Спасибо, Карло Савельчо, президент Германии, Добро, Италия. Добро пожаловать в России. и мы здесь, в очень большой стране, не только кальчистике, но и в стране, в Европе и в целом, в целом и в целом. Я думаю, что в Италии, в мире спортивных, и в целом, в целом, в целом, в целом, в целом, важной потенциальной кальчистике. Мы решили, в этой последней стране, в целом, в pick-up для вашего страны, с Россией. Добрый день. 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 Сегодня мы собрались здесь, чтобы подписать очень важное соглашение для нашего дальнейшего сотрудничества и для нашей дальнейшей сформентной работы. Мне кажется, что то культурное и спортивное наследие, которое несет в себе такая страна, как Италия, а также культурное и спортивное наследие великой России, этой великой нации, помогут нам работать на благо двух наших стран. Россия ведь тоже на протяжении долголетнего исторического периода показывала замечательные спортивные результаты. И я думаю, что вот такие встречи между двумя странами способны не только положительно повлиять на наши две страны, но и на общее спортивное и экономическое развитие Европы. Я встретился с вашим президентом в Париже и тут же последовал практически за ним в Москву. Почему я скажу, это человек жизнерадостный, веселый, очень вежливый, умный, открытый, открытое сотрудничество. В общем, словом, то, что это советует моему характеру. Вы знаете, потому что в футболе очень важно, чтобы мы видели улыбающиеся, смеющиеся. Да, в мире очень много проблем, но есть и другая страна в мире, ведь футбол у нас означает с собой страх, жизнерадостность, улыбки и надежды. Мы не можем больше видеть, уны, уны, уны и поезда, где мы седли как сессовно решили историю, но мы можем сделать улыбку. И это то, что никто не может думать, что есть между странами, которые играют в войне. В войне стоит между странами, которые не играют. Мы играем и хотим привести кальцию к быть элементом университета. Мы играем в нашей стране, который создает большие спортивные страны, который мы играем в нашей стране, в нашей стране. Мы создали большие развития в области спортивной страны. Мы играем в будущем, что в будущем, Кальция должна быть играть на различные места, даже если есть респекты для экологии, и респекты для профессионализма и для способностей. В Кальция огромная страна, который имеет, по-моему, какой-то индивидуально, потому что технология изменилась, не более техники Уэфа и ФИфа, но и другие продукты. И, таким образом, мы сейчас находимся здесь, и мы готовы поделиться своим богатым спортивным наследием. У нас уже практически 50 лет больше существует знаменитый центр Коверчана, который готовит тренеров, специалистов по футболу. Это наша школа, это наш основной футбольный университет, как мы его называем. Мы готовы поделиться этим развитием на благо будущего России. Также мы готовы поделиться и другим ноу-хау в плане укладки искусственных полей, потому что мы знаем, что в связи с суровым климатом в России здесь нужно больше не только естественного покрытия, но и искусственного покрытия. И здесь, в Италии, тоже существуют новые технологии, поля, которые отвечают современным требованиям по экологии, которые не вредят и не травмируют игроков. И мы готовы поделиться этим опытом, потому что мир постоянно идет вперед. Есть технологии, которыми до этого занимались в ФИФА и ВИФА, но и они сейчас уже устарели. Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Россией в этом плане. Я говорю, что сегодня, в Москве, у нас есть новый новый rapport между Италией и Россией. Европа должна быть в этом новом отношении, что это важный отношении в развитии развития, в развитии и развитии, но и в том, что должно быть в изменении. Потому что только люди, которые хотят в изменении, могут быть в изменении в тех контестах, которые должны быть в изменении. В заключение я хотела бы подчеркнуть, что сегодня мы даем начало, сегодня зарождаются принципиально новые отношения между Италией и Россией. И я хотела бы, чтобы именно сегодня и все европейское футбольное и спортивное сообщество осознало, что зарождается новый альянс, очень важный альянс, который впоследствии в будущем будет важен для развития футбола в Италии. Потому что этот альянс, который способен внести в себе изменения. А для футбола сейчас чрезвычайно важны те люди, которые способны принимать решения, ведущие к изменениям футбольной жизни. Спасибо.